16 марта 2018 года. Первый тур прошел с 10 утра до часу дня в солнечную погоду при температуре не ниже минус 12 градусов. Ближе к окончанию тура ветра практически не было и температура повысилась. Теперь всем командам предстояло показать, насколько они готовы к соревнованиям и как хорошо успели узнать водоем. Фаворитами однозначно назывались команды России, Украины и Латвии. Стоит отметить и команду Беларуси, которая заняла первое место на чемпионате в 2012 году в Алматинской области на Копчегайском водохранилище. Никто не сбрасывал со счетов и команду Казахстана, поскольку на своем водоеме у нее было большое преимущество и вполне реальные шансы на призовое место. По сведениям из достоверного источника, белорусы в серединке, казахи, поляки, русские наверху. Не очень понятно с Литвой, Латвией, но скорее всего Латвии плохо. Наши спортсмены успешно выступили в первом туре. Двое из них, Иржан Оахитов и Павел Низамутдинов, стали первыми в своих зонах и вывели команду на вторую строчку в общекомандном зачете. Итог первого тура таков. Россия первое место, 18 баллов. Казахстан второе место, 21 балл. Польша третье место, 25 баллов. Как и у команды Литвы. Украина, 26 баллов, пятое место. Латвия на шестом месте, 28 баллов. Команда Беларусь, 37 баллов и седьмое место. Финляндия заняла восьмую строчку, 40 баллов. Монгольская команда с отрывом в один балл заняла девятое место. За ней Эстония, 42 балла. У команды из Норвегии, 45 баллов и одиннадцатое место. США на 12 месте, 53 балла. На 13 месте сборная Швеции, у которой 54 балла. Отбегали первый тур чемпионата мира в Тиммертау. Конечно, удовольствие масса. Рыбка интересная, подлещик. Единственное, что, конечно, именно конкретно от этого куска льда, от этой зоны, ожидался гораздо больший результат. Все готовили в сумке, подсумке, кульки запасные. Ждали, что здесь будут какие-то рекордные уловы. Но, как ни странно, оказалось, что почему-то подлещик решил проигнорировать соревнование. И целый час прогулял где-то. И только через час началось какое-то более-менее похожее движение, какая-то похожая рыбалка на то, к которой мы готовились. И уже буквально за последние 15-20 минут уже хоть что-то начало происходить в зоне, и как-то люди начали двигаться и ловить. Уже более чуткие поклевки начались. Уже не надо было с ним играться, раскачивать его как-то, уговаривать, засунуть у мотыля в рот. Он стал уже более активно кормиться. А с чем это связано? Ну, я сейчас пока не знаю, не могу сказать. Будем сегодня делать разбор полетов, как что-чего произошло, как у кого рыба ловилась. И уже после этого можно будет что-то сказать. Почему в такой рыбной зоне, где очень много было рыбы на тренировках, сегодня она категорически отказалась ловиться?